Послание апостола Павла к Римлянам, 7 глава 7 стих. Потому что обвиняемого нет, он ушел. А апостол Павел это говорит. Для чего? Что, тогда разве люди менее были образованы? В этом смысле, что умер человек, с него спрашиваться нет. Ему надо было показать пример, чтобы обыденное, то, что мы видим, заговорило с нами с божественной стороны. То, что я говорю, я направляю только к этой цели. То есть, что не слово только Божие, но все окружающее нас, это вторая книга Божия, она говорит с нами. Одна книга Божия это природа, Пталомоносов еще сказал. Он сильно увлечен, был исследованием планет, северного сияния. А вторая книга это Библия, закон Божий. Из видимого переходить надо научиться на невидимое. Ребенок не слушается. Не просто взял его и начал учить по-своему, а сразу подумает. А ведь я, как Господа не слушаетесь, сколько мне он говорит. Вывод какой-то надо сразу для себя делать. Что-то не так. И опять, а что Слово Божие об этом говорит? И апостол Павел говорит, говорю знающим закон. Специально, упорно это делать. А не знающим закон и говорить нечего. Они не понимают и не знают. Кажется, это понятно. Да дело в том, что то, что я говорю, у меня сугубо для православных говорится. Потому что православные не имели закона. Им его не давали. К нам пришло богослужение с князем Владимиром. Богослужебные книги, монахи, ладан, сундуки привезли. А Слово Божие вообще его даже не надо было и знать. Зачем? В Греции уже утвердилось это. Главное это храм, алтарь, священники, кодила, дым, ладан, священник, все. Это они и привезли. Они не могли другого дать. И тысячи лет Россия на этом стояла в храм. В воскресенье идешь на службу? Иду. Все, пошли в другую деревню. Отстояли, вернулись назад, все закончилось на этом. Дальше ничего люди не знали. И эти слова как раз и не относятся к русским. Почему? Два мертвеца. Закон мертвый, человек мертв. И поэтому спрашивать-то вообще-то и не ского. Однако Бог спросит с каждого человека. Разве вы не знаете? То есть, как можно это не знать? Такое недоумение у апостола Павла, что закон, если что говорит, то говорит только к живому. А живых и нету. Закона нет. Я вот представляю, что здесь находятся епископы, мысленно. Находится патриарх. Как они на меня будут смотреть? Вот они стремятся сегодня к миру. Везде говорят мир, экумическое движение. Экумены это собрание, а вообще-то слова-то все хорошие. Некоторые не понимают. Комуна это тоже хорошее. Комуна означает общее, перевод. Фашизм тоже хорошее слово, означает связка, пучок. Другого перевода нету. Вот как веник в сказке, попробуй сломать, он не ломается, чтобы мы были дружны. Но когда эта идея сращивается с националом, то есть это вот наша нация, это наша, только она выше всех, вот это уже сатанизм в чистом виде. Через депесты копосать это слово. Национал-фашизм, национал-коммунизм. Это уже смерть, это гулаг. Поэтому слова надо понимать, о чем они говорят. Экумены это единение вокруг Христа. А так ли это? Православное там давно находится, с 62-го года. И сейчас помаленьку начинает отгребаться оттуда. Почему? Ну, да кому непонятно, что там делается. Они не вокруг Христа объединяются, а вокруг идей, которые приведут к воцарению Антихриста. И все нужно для того, чтобы Бог отвратился от людей. Ну, люди, которые не понимают, ну, еще особенно, потому что парень полюбил девушку. Ну, любовь, любовь Богом благословляется. И почему нет? Язычники на этом как раз и сыграли. Молодежь тянется к девчатам, посадили девчатам, напротив. Ну, возьми шатер, вот он тебе рядом. Да ни один, ни два. А на всем пути Израиля быстро решат рысь с красавицами. Ну, только возьми кусок мяса, положи на жертвенник. Почему? Валах сказал им, пока Израиль не грешит против заповедей Господних, он неуязвимый. Главное, надо, чтобы все грешили, и Бог отвратится, плюнет на них. Проклятое, избрало, а то вы что делаете-то? И все, и враги начнут голову сносить вам. Вот это делается в укуминском движении. Они установили официально, венчают мужчины на мужчинах, женщины на женщинах. А вот тут православная церковь начала бурчать уже. Я смотрю, патриархи, католики, да это как, да как можно. А те вводят новые и новые законы. С садомитами называть их нельзя. Мужеложниками нельзя. Это оскорбление, это тюрьма. Сектантом, еретиком называть нельзя. Хотя эти слова испокон веки были, и в словарях есть, и слово еретика после первого-второго взаима. Вращайся, нельзя. Мне в суде уже сказали, это оскорбление. То есть я должен пользоваться словарем, критериями, которые масоны дают в их организации. Здесь мы никогда на это не должны идти. Мы прямо должны говорить, еретики, садомиты, ждет их огонь вечный. Бог проклинает это, сжигает живьем их. Все. А нас будут арисовать. А дальше уже не надо думать. О последствиях нам Бог не заповедовал думать. Он говорит, исполняй заповеди, а последствия я беру на себя. А то я ребенка накажу, он из дома убежит. Такого нет в Библии. Написано наказывай чаще. А убежит, не убежит, зачем ты берешься не за свою перерогативу? Бог там у мурагатки поставит, куда он побежит. Он будет ползти домой. Ты делай то, что Бог заповедал. И Павел говорит, разве не знаете? Говорю знающим закон. Я говорю знающим закон тоже. Вы много слышали об этом. Вот несколько моментов, как относиться к закону. Четвертая книга, царь 17.26. И донесли царю ассирийскому, и сказали, народы, которых ты переселил и поселил в городах самаристских, не знают закона Бога той земли. И зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. Бились, бились вот какие-то гриппы, птичьи там, чума. Ну почему? И вдруг львы. Тогда по-другому Бог наказывал. Львы. Просто и понятно. И никакого избавления нет. Вообще-то выживаемость у львов очень слабая. И вдруг скажи ты, каждая львица приносит, надо, по 10, по 5, все живые. И из города не выйти, на площадях где львы. Оттуда поговорка и пошла у ленивого лев на площади. Это все имеет обоснования. И наконец нашелся человек и сказал, они не знают закона. Почему у нас в стране такие беспорядки? Такая беда. Причина одна. А они не знают закона. И весь ответ. А они мудрецов ищут, советники, президенты, переизбирают. Ну неужели ни одного мудрого человека нет, патриарха, рядом с ним, подходит, целуется, иконы дарует и скажет. В стране не избыть бед. Это еще беды такие переносимые. Но если наши южные соседи полезут на нас-то, вот где начнется тогда. А причина одна. Вы не знаете закона Бога. Говорю, знающим закон. Ну и что? Языческий царь понял, что-то надо делать. Нашли одного священника. Одного на всю страну. Тот начал учить. Как он научил? Но все-таки самаряне получились из них. Они, говорят, чтили и своего Бога, и Бога каждой своей земли. Причина Соломона 28.2. Когда страна отступится от закона, тогда много в ней начальников. А при разумном и знающем мужа она долговечна. Почему страна наша так спотыкается? Нет людей, знающих закон. А которые в верхах, там священники и прочее, они только освещают танки, знамена, благословляют на войну в Шещу, в Афганистан, везде. Это обманщики, разбойники. Попы это разбойники вряд ли верят. Разбойники, и Слово Божие говорит, пророк Осия, они на пути с сихем подкарауливают. И разбойниками называют никого-то от священников. Почему священники сегодня об этом не считают нигде? Что священников Бог называет разбойниками. И священники абсолютно безразличны. Ранены, прошел мимо и даже не посмотрел. Левит, это дьякон, еще не совсем засох. Подошел, посмотрел, но дальше тоже не пошло. Даже Слово не сказал ему. Сказал, я пойду, позвоню, вызову скорую помощь, тебе тут пока лежи, даже не подошел где-то. Вот это все священство с законной пророки. Не будут они об этом говорить. Притча 28.7. Хранящий закон сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего. Дальше какое угодно можно предложение оставить. Сторон неослушающийся закон Божий, он имеет плод святость и конец жизни вечной. А не слушающийся закона, он имеет впереди, позади себя смерть. Там на коне она скачет, иссаднику имя смерть. Хранящий закон сын разумный. Ты хочешь сына разумного иметь, соседа, брата, приучай его к закону. Чаще показывай на закон, не потому что это нравственно, а потому что Бог сказал. Хотя бы мы не понимали, что это нравственно. Сегодня нам насаждают законы, которые не сходятся ни с русскими законами, ни с законами Божьими, а сходятся с международными законами. Вот такая глобализация. Мне звонят с Америки, все время жалуются. Совершенно женская страна. Не проверяет, говорит, ничего. Муж пришел домой, видит, беда дома. Сын двоек нахватал. И он там повысил голос, ну может быть даже и шлепнул сына. Жена в гневе тоже позвонила, полиция приехала. Сразу же арестовали, увезли. Указание. Ближе двух километров к семье не приближаться в течение четырех месяцев. Его семья. Живи, ищи их квартиру, где хочешь жить. А если подойдешь ближе, браслет надевается. А там отмечает. Сразу у них в полицейском участке засигналил, он перешел эту границу. Сразу арестовывает три года уже в тюрьму. И он живет где угодно. Ничего нельзя. Вот он баптисты сообщает, говорит, ну впал в грех. Ясно, что отлучили. Баптисты стараются, это отделенные, которые уехали. А он пошел и нажаловался. Там сказали, немедленно его примите. Мирской суд. Почему? В пресете вы сказали, иначе грозит тебе срок. Это унижение человеческого достоинства. Но по нашим законам, у нас государственный закон, каждый день все должны вставать и отдавать честь американскому флагу. Вы еще не знаете, какая там свобода. Все. Я видел своими глазами. Пятница. Я нахожусь в Скалском лагере. Огромный, это рост освященник стоит. Там в дверях алдиакон. Вижу, флаг поднимают американский. Все выстроили в строй, стоят перед флагом. Ну и вы, зачем это? По-другому нельзя. Иначе лагеря все закроют. А почему, я говорю, сегодня у вас молочная? Ну, была комиссия, сказала, что детям нужны белки и прочее. И пересчитали, что мы обязаны подчиниться. Да какая же это свобода-то? У нас этого нет. Мы должны Бога благодарить за то, что у нас нет еще того, что там где-то есть. А оттуда-то, зараза-то, ползет-то. Русские люди еще не разворуют ли вы где-то. Это хуже всякого пьянства. Пьяницу еще можно обратить. А того нельзя, потому что у него есть обоснование. Отступление своего. Исайя 51.7 Послушайте меня, знающие правду. Народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей и злословия их, не страшитесь. Вот ответ. Какой бы они закон не вводили, а они все подгоняют под одно. Под Антихриста. Все вот эти законы, это все для Антихриста. И когда до совершенного отступления дойдет, Антихрист тогда снова одним днем указом покажет. Вы видите, ваши религии до чего довели. И поэтому все ваши религии это массовые веры. А сами туда загоняли. А теперь вот наш закон. Сегодня любой спроси, какой закон лучше, который у нас в стране, или мусульманский? Да мусульманский, конечно. Даже никакого сравнения нет, где какой порядок. Ни одного наркомана. Ни одного. Так а что не бывает? Бывает. В прошлом году 57 арестовали. Ну и что? Ничего. На следующий день всем горло перерезали, и все. На площади. А в Китае? Огромная страна. Не миллиард. Два с половиной миллиарда насчитывается. Сегодня уже официальную статистику говорят они. И что там взяточников нет? Есть, встречаются. В прошлом году на всю страну 14 человек. И как всех на площади расстреляли. По телевизору показали. Больше никого нет. У них закон-то другой. Они не подписались, никакие там конвенции международные. Ничего нет. Они держат свой языческий закон. И тогда нам покажут, ваш христианский Бог вам помог. Все и отступились. Но мы должны показать, что никакие государственные законы нас не могут заставить отступить от закона Божия. Просто отвечают. Бог так не разрешает. Бог запрещает мне, по-вашему, думать. Вот сейчас я каждый год открываю лагерь, и я не знаю, что дальше будет. Потому что наши законы совершенно с их не сходятся. И если они бы американские законы применили, меня бы прямо здесь на месте арестовали сегодня. Я и наказываю детей, и посты соблюдаем, и встаем рано. Мы вообще ни с кем не советуемся. Даже мне батюшка говорит, ну сделай как-нибудь, попозже, маленько. Не было, 35 лет прошло на этом уставе, будет дальше. Кто рано встает, тому Бог дает. В ребенке должна быть воля. Он каждый день должен знать сам, когда вовремя лечь спать. Работать. Ничего не брать чужого. Чужого не желать. Господь говорит, послушайте меня, знающие закон мой. Исайя 58.2 Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои. Как бы народ поступающий праведный и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу, а на самом деле ничего этого нет. Это только одни слова. Вот это место, когда читаю, думаю, как будто вот сегодня везде крестные ходы, все устраивает, ходит, а закон Бога совершенно не хотят люди знать. Притом с бешенством набрасываются на тебя. Ты знаешь, о чем молиться. Ты не просто идешь по улице, а понимаешь, все утонуло во лжи, в беззаконе, и так долго не будет. Мысленно представляй. И Господь говорит, будет пыль и дым до неба. И все, что ты видишь, смотри на это по-другому. Как вот показывает в фильме «Апокалипсис», скачет конь, а впереди у него лук зеленый, и сзади, из-под копыт, все пылает огнем, как он с какой скоростью скачет, с какой скоростью, от горизонта до горизонта, все абсолютно покрывается огнем. Это где-то рядом, может, в нашей жизни. Ты не просто смотри, ребенок маленький, бегает, кучерявый, хороший, а ты думай, о, что ждет вас, я уйду из жизни. Как вы устоите, когда ни продать, ни купить, ничего нельзя будет? Он подает в магазин, все есть, и ничего нельзя будет взять. Готов ли он умереть? Самая страшная смерть от голода. Самая страшная, самая легкая потоп, говорит Англотаус. Захлебнулся, сознание потерял, больше ничего нет, никакого ни мучения нет. А здесь днями ты будешь изнывать, как говорится, косяки грызть будут. Это не щита дети, а свои, свои внучатые. Ничего тогда не сделаешь, укреплять их будешь, как мать сына в Маковейских. Или ладно, уже где-то маленько отступлюсь, но подумаешь, там, внутри-то я верующий, ну, пускай шестерка на лбу стоит. Найдутся извиняющие, как сейчас ИНН, все извиняется. Исайя, 59, 12. Ибо преступления наши многочислены перед тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, беззакония наши мы знаем. Есть честный, есть вор, есть законник и беззаконник. Свой адрес я слышал, ты законник. Согласен, не считаю за оскорблением. Но называй меня законником, значит, ты себя уже к законникам не причисляешь. Конечно, нет. Но она против законника, только беззаконник. Тогда ты меня так называй, законник, называй мое имя. Я тебя буду звать беззаконник, я твое имя буду называть. Никакой обиды здесь не должно быть. Законник Зина получил привет от апостола Павла. Иеремия 2.8. Священники не говорили, где Господь. И учителя закона не знали меня. И пастыри отпали от меня. И ходили во след тех, которые не помогают. Главное, священники не спрашивали, где Господь. Проявляется в этом Господь или нет. Нужно это Богу или нет. Не говорили. И учителя закона не знали меня. То ли ошибка какая-то. А как он учился-то? Зачему? Учитель закона. Вот сейчас в школах вводят основу православной культуры. Столько говорят, столько пишут. Спрашивают, нужна она или нет. Грозят, а те ведут мусульманскую культуру. Ни одного слова, ни одного о христе нет. Выступает Диакон, известный пропестер. Газета новая пришла. Зачем этот закон, не закон, закон Божий нельзя называть. А основу культуры. Когда там нет Христа. Вообще зачем? А чтобы они знали. Ну и что? Он вот перекрестит и потом пойдет на грех воровать. Он отче наш или живую помощь на полюсах сейчас берут, чтобы не попасться. Зачем, если без Христа? И никто это не говорит. Но должны преподавать. То есть они все время думают, если власти разрешат, люди будут ходить, и они будут ходить в церковь, будут покупать свечки. Я их понимаю, попов. Они неверующие на этом уровне и не ведут. Есть о чем молиться? Ты только проси у Бога каждый день в жизни. Господи, в разуме этих разбойников, попов. Они же Бога совсем не знают. Учителя закона не знают. Мы здесь прочитали так. Павел говорит, я говорю к знающим законам. К незнающим законам. Чего ему скажешь? Незнающий, значит, и неверующий. Иеремия 5.4.5. И сказал я сам себе, это может быть бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным поговорю с ними, и они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушены. Сокрушили ермо, расторгли узи. Другой раз как-то забывается уже то, что на тебя плевали, раны наносили, присыхает все. И опять встречаешься. И считаешь церковное, и видишь, ничего не знают. С каждым днем как будто дурнее и дурнее делаются. Открывают семинарии, я все больше убеждаюсь, семинарии приносят непоправимое зло, они корежат души. Они приготовляют смену себе именно таких же. По знанию Бога не учат. Вот прям совсем на днях это встречались с такими, и нет. И при том они заражают абсолютно всех, кто рядом. Им говорят, да уже объединение, он ничего этого не слышит. А пусть ваш епископ позвонит нашему епископу, скажет, а этот епископ тогда даст вам благословение, чтобы вы могли говорить, и кто, говорит, семинарист. Для меня, вот слышать все это, как бы я вижу, черта подведенная, покаяния нет, наглость превысила все допустимые пределы, бессовестно затопила мир, погибла Россия. Они отравляют и отравляют. Семинарии, священства, все, они разъедают изнутри совесть людей. Осия, 14.10. Кто мудр, чтобы разуметь это, кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Законы беззакона. Все до одного пророка вопияли с гневом на народ израильский, что они не знают Бога. Пророк разбивает по категориям, ладно, бедные в школу не ходили, пойду к богатым, а там еще хлеще, там вообще, не только они не знают, а учат, как извращать. Беседуют с людьми, закончившими семинария или академию. Что они знают? Как защитить беззаконие? Вот единственный предмет им преподавали. Что угодно будут говорить. Вот, я говорю, ну это все знают. Это говорили как-то. Ну Россия приняла, крестили двумя перстами. Знаете, ну это еще надо доказать, да в разных источниках так. Ну если не было два, тогда против чего Никон-то воевал, тебе же понятно. Зачем бы он? Написано переменил. Ну в какое время? Ну бордо зачем портите? А вот баки этой неизвестной, в бороде относятся или к усам. Человек закончился семинария академии. Ну не трогай вообще. Закон сказал, что если упустишь одну иоту, Ну это как понимать, да еще перевод правильный и неправильный. Бедный человек этого не скажет. Любящий Бога, он сразу наклоняет голову и говорит, Слушай, трап твой, говори, владыка. Вот так научитесь отвечать. Потому что вот это все лукавство, оно настолько временное. И улететь все как плева. Плева это мекина. А то некоторые не знают, спрашивают, а что такое дресва? Если отступаешь от закона, любящего чужое брать, Род наполнится дресвой. И дресва это опилки от дерева. Понимаешь, как к опилке посмотрел и сразу подумал, За чужим не гоняюсь ли? А чем я питаюсь духовно? Может, род все время у меня опилками набитый? Матфея 7.23 И тогда я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающее беззаконие. Последний раз слово закон Божий прозвучит на суде Божьем. А нужно ли нам подробности знать? Такая в этом смысл заключается. Мы должны знать все, что нас в жизни окружает. Бояться лжи. А разве можно предусмотреть? Невозможно. Я слышал одно такое выражение. Не грешить совсем. Мечта ангелов. Грешить как можно меньше, мечта человека. Может быть и так. Но мы должны все-таки брать по высшей шкале. Дух Святой. Научи нас страшить все греха. Где грех, там смерть. Где грех, там дьявол. Всякая ложь от дьявола. Закон твой, я ношу сердце. Посчитайте слово закон, слово устав 185 раз только в одном 118-м салме. Иоанн 7, 51. И судит ли закон наш человек, если прежде не выслушит его и не узнает, что он говорит? Судит ли наш закон? Оказывается судит. Ни разу не выслушивали. Я сколько добиваюсь. И если вам будет возможность такая беседовать с местным епископом или где-то, я прошу прежнего епископа и сегодняшнего. Давайте встретимся. У вас бывает перехаальное собрание. Один раз давайте встретимся. Точно времени вам 5 минут, дадите мне 5 минут. И какая тема разговора, об иконах не будем говорить. Мы будем говорить только о Христе. Будем говорить о рождении свыше, о исполнении Духом Святым. Важная тема или нет? Вот сейчас осталась одна неделя до Дня Троицына. Когда не считается ни Хрисос воскрес, ни Старю Небесную. Если так вот по большому счету взять, это вот 10 дней от четверга, от Вознесения до Троицы. Это был всеобщий мировой монастырь. Христос сказал, никуда не отлучайтесь. Сидите и ждите. Все. И монастырское время на этом закончилось. И смысл этого сидения был, ждите обещанного Духа Святого. Вот эти дни не просто Троицы ждать, а проверять себя надо на молитве. Господи, мы приняли закон Твой. Мы слышали сегодня евангельское чтение. И они поверили, что Ты меня послал. А что Христос поднялся на небо, это означает, Он принят Богом. И Бог посылает дары, а дар Дух Святой. А кто Духа Святого не имеет, тот не Его. Почему грех против Духа Святого считается так написано? Больше, чем даже хула на сына человеческого. Итак, апостол Павел предупреждает к знающим закону, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Делай другой вывод. После смерти покаяния нет. Оставьте эти свои мысли, что что-то изменится как-то и где-то. Вот батюшка позвонил перед Троицей в субботу в 8 утра, здесь будет панифида. Ну, принято так. Но надежды никакой нет. Мы просто успокаиваем сами себя, мы молимся, мы православным, творим память. Но это полезно, добрые дела вспоминаем. Но не думайте так, что он неверующий. И самоубий всех отпевает. Нет этого. Закон имеет силу, пока человек жив. Я вкладываю в другой смысл. Умер, закон потерял силу. Он его не знал и беззаконникам пристал на суд Божий. Нам Бог открылся. Сохраним это и понесем для других. Аминь. 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 Господи, если ты кествия среди Божьей, поднимай на нас.